Сотрудникам магаданских противопожарных и аварийно-спасательных служб необходимо предоставить дополнительные гарантии социального обеспечения. Такая инициатива прозвучала в Магаданской областной думе и связана она с тем, что региональные спасатели и пожарные не выходят на трудовую пенсию досрочно, в отличие от федеральных коллег. Информацию представил руководитель Департамента по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Магаданской области Андрей Фоменко. По его словам, в ряде субъектов страны уже приняли решение о досрочном назначении трудовой пенсии или ежемесячной выплате за счет регионального бюджета. Так, в Хабаровском крае Свердловской области досрочная пенсия по старости назначается висам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей и участвовавшим в ликвидации ЧАЭС по достижениями возраста 40 лет, и работникам, проработавшим не менее 25 лет на оперативных должностях государственной противопожарной службы по достижениям возраста 50 лет. В Хабаровском крае досрочная пенсия по старости назначается в размере 200% фиксированной выплаты страховой пенсии по старости, рассчитанной в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях с учетом районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера. Аналогичные меры предусмотрены в Свердловской области, в Удмуртской республике, в Красноярском крае, Орловской, Владимирской областях. Такие же меры необходимо принять и на Колыме. В этом члены комитета солидарны. Депутаты поддержали предложение ввести ежемесячную выплату свыше 23,5 тысяч рублей с ежегодным повышением. Спасатели смогут на нее рассчитывать при стаже не менее 15 лет и достижении 40-летнего возраста, а пожарные при достижении 50 лет и стаже работы в противопожарной службе области не менее 25 лет. На заседании прозвучало предложение уравнять и возраст. Коллеги высказали свое мнение о том, что посчитали все-таки это как-то не совсем справедливо, потому что и спасатели, и ребята, которые работают в пожарной службе, все-таки занимаются практически одним делом, защищают нас, рискуют свою жизнь. Поэтому сегодня на комитете прозвучала инициатива о том, чтобы уравнять стаж работы не менее 15 лет. Поэтому мы оперативно на комитете эту инициативу озвучили. Я надеюсь, что депутаты на заседании Думы нас поддержат. Ближайшее заседание Думы состоится 21 октября, где и примут окончательное решение по этому вопросу. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Специально для Карибу.